Философия общего дела это советское искусство из запасников Пермской художественной галереи. Кроме одной, композиция 18-го года, написанная Александром Родченко, прибыла в Пермь из Екатеринбурга. На входе в залы выставки и на ее афишах работа Юрия Пименова «Делегатка», написанная в знаковом 1937-м. Проект будет выстроен в хронологическом порядке. Начинается она с несоветского, правда, искусства, времен Первой мировой войны, того конфликта, который привел к революции, Октябрьской революции 1917-го года. И заканчивается 80-ми годами, когда советское искусство было уже на таком излете своих пропагандистских сил, и художники, официальные художники, наоборот, занимались чем-то вроде лирического самокопания. Понять советское искусство по-новому и представить целостно коллекцию Пермской художественной галереи – такие цели ставят авторы проекта. Здесь только две работы созданы специально для философии общего дела. Молодой пермский живописец Александр Греков написал полотно из истории, ранней истории революционеров еще к концу 19-го века. Это историческое полотно у нас завершает основную часть экспозиции. Вторая работа – это инсталляция классиков московского концептуализма Игоря Макаревича и Елены Елагиной «Общее дело». Сейчас она еще монтируется. Это мемориал людям, жившим и умершим в 20-м веке в нашей стране. Эта выставка и про саму галерею тоже. И про то, что она располагается в здании церкви. Это тоже важнейший сюжет советского искусства, потому что перепрофилирование церквей под склады, или, слава богу, галереи, или под свинарники и так далее, и тому подобное, это тоже одно из следствий политического взрыва 1917 года. Кроме картин и инсталляций покажет и скульптуру. Вот это называется так – «Те, которые не видели живого городового». Скульптура 1927 года. Автор Жуков изображает первых пионеров. Мы тоже тут удивились все такому названию, потому что скульптура стояла в запасниках долго, и не была представлена ни на основной экспозиции, ни выставлялась никогда. Философия общего дела откроется сегодня вечером, а работать этот проект на первом и втором этаже галереи будет до конца рождественских праздников, то есть до 10 января.